Игорь Шарпан в патрульной полиции Харькова уже год, с самого начала. Инженер по образованию до этого не имел никакого отношения к правоохранительным органам, но, как и многие другие, поверил в реформу полиции и решил лично в ней поучаствовать. За год работы он повидал немало и даже успел получить первые награды за спасение двухлетнего ребенка. Во время патрулирования выявили, что в многоэтажке из окна дым. Побежали туда, услышал крик наверху, крик о помощи, говорят, ребенок наверху. Из-за того, что была ограниченная видимость от дыма, на ощупь побежал наверх, забежал в квартиру, тоже взял ребенка, в курточку замотал, спустил вниз. Патрульные признаются, чаще всего приходится выезжать на бытовые конфликты, грабежи или ДТП. Однако иногда и забавные случаи бывают. В основном на новую полицию люди реагируют положительно, хотя иногда приходится сталкиваться с неприятными и даже опасными личностями. И тут признаются, главное, чтобы рядом был надежный напарник. Было ссора с соседями, в общем, обнаружили мать пьяную, двое маленьких детей в доме. Бросалась на его напарника, вылила на него воду. Пришлось применять физическую силу к женщине. Патрульная полиция начала работу 26 сентября 2015 года. Тогда на площади свободы приняли присягу первые 800 патрульных. Однако не все выдержали напряженный график работы. За год больше ста патрульных решили уйти со службы. Но, отмечает шеф Харьковских копов, главное, что все полицейские остались живы и здоровы. За год работы мы не втратили никакого бойца, не втратили никакого коллегу. И все они повертаются живыми и здоровыми до своих домов. Это, мне кажется, самое главное. Сейчас одним из основных остается вопрос безопасности и подготовки патрульных. Из-за трагических событий в Днепре обещают усилить тактическую и физическую подготовку копов и увеличить количество практических занятий. Александра Новосел, Андрей Домовой, Агентство телевидения Новости.